Музыка Обивать муниципальные пороги жителей домов номер 36 и 38 по улице Минаева вынуждает обеспокоенность за свою жизнь и здоровье. Причиной тому – арочный въезд во двор. Ветхость перекрытия заставляет местных фактически дежурить у пролета, чтобы уберечь случайных гостей двора от несчастных случаев. Кирпич висящий, который висит, то есть опасный дождь, и вот это все подмывание, все это нам на голову сыпется. То есть сыпется не только вот это вот кирпичи, которые там висят, но и вот эти вот стены. То есть это вот все, что тоже дождь размывает. И после наших обращений были комиссии, было всякие собрания, но результата почему-то никакого нет. И мы уже не знаем, куда нам написать, мы уже не знаем, что нам сделать, чтобы вот это вот все ускорить, чтобы весь этот процесс пошел. Нескольких лет, чтобы установить причины опасного положения, ответственным структурам так и не хватило. Большую часть времени потратили на передел. Время ремонта упорно пытались переложить на собственников прилегающих пристроек. Но проведенная экспертиза инициатива оспорила. По ее результатам арку признали местом общественным, а значит, за обслуживание и ремонт целиком и полностью обязан отвечать город. Номинально он вроде бы и готов. Вопросы определения сметной стоимости восстановления арочного перекрытия в администрации Ленинского района обсудили еще в марте. За почти полугодовой простой прайс-лист ремонтных работ действительно мог измениться. Вероятно, именно поэтому приступить к составлению сметы уже в июле решили буквально с чистого листа. На бумаге одно, но на личной встрече такую информацию нам опровергли. Она является частью нежилых помещений. То есть там расположены два магазина. Данные помещения были давным-давно приватизированы. Соответственно, собственник помещения, согласно 210-й статье Гражданского кодекса, несет ответственность за данное сооружение. И, соответственно, собственники обязаны привести ее в надлежащее состояние. Тем временем размер падающих булышников рос в геометрической прогрессии. Недавний ураган сорвал несколько камней прямо на неосмотрительно припаркованный автомобиль. В результате стекло крышки багажника рассыпалось на мелкие куски. Травму получили и сами жильцы. Не дождавшись помощи ни в полиции, ни в администрации, ни даже в прокуратуре, жители организовали независимую экспертизу собственными силами. Юридически установлено, что некоторые плиты в составе перекрытия могут рухнуть целиком в любой момент. Целостность кладки нарушена. Существует угроза падения плиты и фрагментов кладки в проезд. В качестве решения проблемы предлагалось установить оградительные сооружения, повесить предупредительные знаки или вовсе арку снести. Либо заменить ее бутафорным пластиковым бордюром, тем самым сохранив видимость сплошного фасада. С архитектурной точки зрения подобная застройка центральных улиц придает им исторический вид. Жители прилегающих домов на такую обманчивую альтернативу не согласны. Считают, что ремонт необходимо провести должным образом. За желанием сохранить внешний вид стоят серьезные коммунальные проблемы. От косы или от моски дома они отошли. И как только идет либо таяние снега, либо дождевые воды, они как водопад сплывают вот с этой крыши и сразу попадают в подвал нашего дома. За счет этого у нас постоянно сырость в доме. С каждым днем кустарники на арочном перекрытии растут, тяжелеют и приближают момент падения. Для того, чтобы освободить свод от растительности и выпадающих камней, необходима специальная техника. Сегодня аварийное место забаррикадировали бетонными блоками. Чтобы не было прохода через аварийную арху. Ну а вот там у вас дыра осталась, люди все равно будут ходить? А мы сейчас маленький блок. Мы маленький блок сейчас поставим, никто ходить не будет. А с той стороны? Вот в первый подъезд бабушки в арху, что ли, должны ходить в магазин? Да, здесь вообще не должны никто ходить. Конечно, здорово. В городской администрации после рассмотрения нашего запроса ответили, что вопрос стоит у них на контроле. Администрация всегда принимает превентивные меры. Не дожидаясь, пока собственник будет это сам исполнять, пока что мы делаем все, что в наших силах. В итоге маленький блок так и не установили. Рабочая бригада уехала, а случайные прохожие продолжили подвергать свою жизнь опасности. Но главное, что за этими бетонными кабинетными решениями уже притаилась реальная трагедия. Яна Федорищева, Владимир Куликов, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова